Отношения между Россией и США находятся в низшей точке, поддержал президент США Джо Байден мнение российского коллеги Владимира Путина. И обратил внимание на его правоту. При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон привлечет к ответственности тех, кто совершает преступления против России из Америки. Власти будут судить американских хакеров, сам Байден открыт для идеи передачи России киберпреступников. Обе страны могут сотрудничать по Ливии и оказывать ей гуманитарную помощь. Россия реально взяла на себя проблемы, которые сложно решить, по восстановлению Сирии, Ливии. Кроме того, Вашингтон готов сотрудничать в сфере стратегической стабильности, борьбе с изменением климата, передает ТАСС. И будет правильно, если он и Путин по итогам встречи в Женеве дадут отдельные пресс-конференции. Каждый из президентов сможет изложить свою точку зрения. И эта встреча не соревнования, кто кого сможет поставить в неудобное положение. Байден намеревается ясно обозначить условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Вместе с тем он назвал своего коллегу автократом и заявил, что не может гарантировать изменение позиций России. Путин не меняет свою позицию, потому что он Владимир Путин, усмехнулся Байден, передает РИА новости. Это произошло на пресс-конференции в Корневоле по итогам встречи Большой Семерки. Также Байден рассказал, что страны и группы семи будут вместе работать над нейтрализацией киберугроз. Комментируя ситуацию с коронавирусом, американский лидер заметил, что еще не пришел к мнению об источнике его происхождения. Но мировое сообщество должно получить доступ к институту вирусологии в Ухане. И добавил, что Китай предлагал Вашингтону не следует усиливать ЕС и работать в формате четверки с Австралией, Японией и Индией. Саммит Путина и Байдена 16 июня будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате. Для Джо Байдена переговоры с Путиным пройдут во время первой его президентской поездки в Европу. Кроме того, это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года. Тогда в Хельсинки встречались Владимир Путин и 45-й президент США Дональд Трамп.